Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в цеху фосфорной кислоты номер один на химзаводе произошел выброс дыма. Как выяснилось позже, на предприятии случился технический инцидент. Во время сварочных работ в изолированном металлическом аппарате искра попала на остатки гумировочного слоя. Возгорание было ликвидировано силами заводского газоспасательного отряда. Никто не пострадал. Сразу две поножовщины за одну ночь. В Мозоре ревнивый молодой человек решил разобраться с новым бойфрендом своей бывшей пассией. Отелло заглянул в гости к возлюбленной без предупреждения и с ножом в кармане. Удержать дебоширы не смогли даже трое друзей соперника. Применить оружие ревницу все-таки удалось. Раненым с поля боя увезли нового бойфренда девушки. В больнице медики сказали, что молодой человек родился в рубашке. Ноша угодил в ребро, не повредив внутренние органы. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что данное телесное повреждение указанному мужчине причинил житель города Наровля 1993 года рождения в результате удара ножом. В отношении указанного гражданина в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам статьи 147, часть 1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. По ножовщине в Музыре также закончились квартирные посиделки гражданских супругов и их соседа. За распитием спиртного друг начал учить главу семейства правильному обращению с женой. Мужчина разозлился и, недолго думая, взялся за нож. Раненый сосед выбежал на лестничную площадку, где самостоятельно вызвал скорую помощь. По данному факту Музырским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 147 ВК Республики Беларусь умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Санкция которой максимальное наказание предусматривает в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Завтра на территории Гомельской области завершается действие весеннего запрета на лов рыб. За два прошедших месяца следственными подразделениями области возбуждено 26 уголовных дел о незаконной добыче рыбы. 8 из них в отношении граждан, которые ранее уже привлекались. Все эти случаи довольно поучительные. К примеру, за две рыбки, пойманные сетью, на нерадиового рыбака завели уголовное дело. Все потому, что мужчина не сделал должных выводов из прошлогоднего административного наказания за подобные действия во время весеннего запрета. Год лишения свободы и штраф в размере более 2000 белорусских рублей получил житель деревни Скрыгало в связи с тем, что приступил закон в период своего испытательного срока. Ответственность за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, понесли два товарища. Вместе они при помощи сетей незаконно добыли около 50 особей рыбы, за что выплатили штраф в размере 495 базовых величин. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok